Вы смотрите новости на седьмом канале в студии Лейстатар. Здравствуйте. Пробило ограждение, залетело на парапет и оказалось в сквере. Сегодня около 11 часов утра на девятой станции Большого Фонтана произошла разрушительная авария. БМВ третьей серии выехал за пределы проезжей части после нескольких ударов об бордюры. Находившаяся за рулем баварца девушка утверждает, она не виновата. Произошло по вине автомобиля, который подрезал и в связи с тем, что он подрезал и пришелся удар у боковую правую обочину, где бордюр, машину повело и вынесло на полосу. По словам водителя, ее автомобиль подрезала черная «Хонда Аккорд». Вероятность того, что причиной аварии стали неизвестны и лихачи, скрывшиеся с места ДТП, довольно высока. Эту версию приехавшим на вызов патрульным подтвердили очевидцы. Девушка-водитель прошла на месте экспресс-тест на алкоголь. Прибор-драгер подтвердила на трезва от медпомощи отказалась. Надежная немецкая автоматика уберегла. Сработали все по кругу подушки безопасности. А вот машину потрепало изрядно и со всех сторон. С оторванным колесом баварца увезли на ремонт. И в продолжении темы. Еще одно ДТП произошло в районе Красного Креста. Там иномарка въехала в железный забор и чудом не врезался в светофор. По словам очевидцев происшествия, авария произошла в районе 17.00. Водитель двигался в сторону Люздорской дороги и на пресечении улицы Транспортной не справился с управлением и врезался в железное ограждение. Родственник утверждает, у водителя был сахарный диабет. Резкое ухудшение самочувствия и послужило причиной ДТП. Полиции сообщили, самочувствие автомобилиста на данный момент удовлетворительное. С места аварии его увезли на машине скорой помощи. Отмечу, в ДТП помимо водителя никто не пострадал. И к другим новостям. В Одессе пикетировали консульство Республики Польша. Активисты выступали против так называемых антибандеровских законов. Речь идет о законе об Институте национальной памяти Польши. Он предусматривает уголовную ответственность для тех, кто отрицает преступления, совершенные украинскими националистами против поляков. Подробности смотрите далее в сюжете. Если польский президент Анджей Дуда подпишет так называемый антибандеровский закон, этот лозунг в Польше будет считаться преступным. А вместе с ним под запрет попадет и красно-черный флаг. Именно это возмутило участников акции, которые собрались под консульством Республики Польша. Мы не вказываем, на самом деле, полякам, кого они должны считать, кого они должны считать своими героями, и кого они должны считать не героями. Но в этом контексте я все-таки хотел бы зазначить, что большая ответственность за то, что сегодня происходит, это непорозумение с польской стороной через действия украинской власти, в частности, через деятельность консула Украины, душицы, власно в Польше. Так, идеология украинских националистов в Польше теперь под запретом. Тем же, кто отрицает преступления, совершенные украинскими националистами против поляков, грозит уголовная ответственность. Миссия этого митинга донести до влади Польши те, что эти моменты, которые, в частности, в Польше, инспируются левыми силами, пророссийскими силами, которые торпедовали и пытались вселяко катализовать процесс засуджения так называемой бандеревской идеологии в Польше. Мы же говорим про то, как конструктивные, рациональные и прагматичные политики, которые смотрят в перспективу и хотят видеть Украину и Польшу стратегическими союзниками, которые будут стоять как вместе с диктатом Схода, так и финансовым диктатом Схода. Сенат Польши принял скандальный закон в ночь на 1 февраля. В силу он вступит после того, как его подпишет польский президент. Чтобы Анжей Дуда не подписывал документ, участники акции передали обращение в консульство Польши. Подобные акции проходят и в других городах Украины, где есть польские представительства. Например, в Киеве, Львове, Луцке, Виннице и Харькове. Отметим, уже завтра в Верховной Раде должны подготовить официальный ответ на так называемый антибандеровский закон. Кристина Немченко, Андрей Дьяченко, Седьмой канал. Монумент Екатерине Второй пока останется на том же месте. Одесский апелляционный суд не удовлетворил жалобу организации СИЧ. Активисты требовали вернуть памятник морякам-потемкинцам на место памятника основателям города. Таким образом, решение Гурсовета о текущем расположении памятников недействительно, однако это не обязывает ответчика перенести памятник. Суд на сегодняшний момент признал недействующим решение, в связи, я так подозреваю, с тем, что было отменено разрешение, на основании которого осуществлялось перемещение памятника, но оставил в Сирии решение суда об отказе в удовлетворении требований о переносе памятника. Через пять дней коллеги судьи объявят мотивировочную часть решения, и это прояснит, какие действия необходимо предпринять. В Одессе заново судят стрелка из Белине в Киевском райсуде. 2 февраля прошло заседание по делу Вячеслава Андреевского, известного как стрелок из Белине. В 2012 году он устроил стрельбу в ночном клубе, за что получил пожизненный срок. Что послужило причиной для нового суда и каковы результаты предварительного слушания, смотрите в сюжете Надежды Бондаренко. На судебном заседании Вячеслав Андреевский заявил о желании суда присяжных. Это стало одной из главных причин многолетнего судебного процесса в разных инстанциях. По словам адвоката, с самого начала подзащитному не разъяснили должным образом его право на суд присяжных. В связи с чем в январе 2017 года Верховный суд Украины отменил приговор Приморского райсуда Одессы о пожизненном заключении. Дело повторно рассматривали в Приморском и Малиновском судах. Однако после неоднократного возвращения обвинительного акта прокуратуре по ходатайству защиты судейская коллегия там себя исчерпала. Мы считаем, прокурор не выполнил тех задач, которые перед ними поставил суд первой инстанции, апелляционной инстанции, когда возвращал им в предыдущем рассмотрении обвинительный акт. Мы настаиваем на том, чтобы обвинительный акт соответствовал требованиям закона. И только тогда мы можем приступить к осмотрению дела по существу. Иначе нам сложно защищаться. В итоге дело направили в Киевский райсуд Одессы для рассмотрения с самого начала. Адвокат Андреевского в очередной раз указал на недостатки в обвинительном акте. А именно, что преступления в документе не разделены. Защитник ходатайствовал о смягчении меры пресечения на домашний арест. А вот сторона обвинения причин для изменения в акте не нашла и потребовала для стрелка еще два месяца в СИЗО. В результате судьи частично удовлетворили требования двух сторон. Обвинительный акт вернули в прокуратуру на доработку. А подсудимого отправили в СИЗО еще на 60 суток. Вопрос с судом присяжных таки не решили. Клопотание обвинительного Андреевского Владислава Владимировича про розгляд криминального проведения судом присяжных остаточно вырешить и подчас призначения обвинительного акта досудового розыгрыша. По мнению потерпевших, обвинительный акт соответствует требованиям закона. Говорят, сторона защиты попросту пытается затянуть процесс. Это уже как-то в привычку входит. Это футболит, это наш обвинительный акт на рассмотрение в прокуратуру. Для меня это непоятно и неясно. Столько инстанций смотрела и рассматривали дело, а защита и этот подлец бьют на то, что обвинительный акт составил некорректно. Мы считаем, что это решение должно быть скаржено. Мы будем на него вносить апельсийную скаргу. Напомню, 9 декабря 2012 года во время стрельбы в клубе Беллини два человека погибли и еще трое были ранены. Стрелку инкриминируют умышленное убийство стрягчающими обстоятельствами, нанесение телесных повреждений различной степени тяжести, хулиганство с применением огнестрельного оружия и подделку документов. В городе появилась вакцина от кори. В медучреждения Одессы и области поступило 3000 доз. По словам главы городского департамента здравоохранения Евгения Григорьева, этого количества хватит примерно на неделю. До сегодняшнего дня вакцины от кори в городе не было, но областной департамент здравоохранения решил эту проблему. И сегодня они получили на прошлой неделе 3000 доз. Сегодня будет перераспределение как и на город, так и на регион. Глава департамента отметил, для потребности региона необходимы еще 9000 доз вакцины. Кроме того, сложно в Одессе и сыворотка от дифтерии. Запасов немного, но в мэрии обещают их пополнять. Отмечу, в 2018 году на 40% увеличилось госфинансирование программы «Доступные лекарства». Субвенция составит 26 миллионов гривен. На этом у нас пока все. Все информационные итоги понедельника мы подведем, как обычно, в 20.00. Ну а буквально через несколько минут свою работу для вас продолжит лайв-студия на седьмом канале. А я вам напоминаю, что следить за новостями седьмого канала всегда можно на официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, то звоните нам по телефону редакции 726-3226.